Россия, а точнее Сочи Автодром готовится принять финальный этап одной из самых престижных автоспортивных серий WTCR. Событие запланировано на последнюю неделю ноября, 27 и 28 число. Это международный кубок по турингу, санкционированный FIA как высший класс соревнований для специально перестроенных версий серийных легковых автомобилей. По большому счету это новая версия кузовного чемпионата мира WTCC. В кубке участвуют турбированные автомобили таких брендов как Audi, Cupra, Honda, Hyundai и Lincoln Co. Мощность машин ограничена на отметке 360 сил, однако скорость на прямяках трасс достигает 260 км в час. В финальном сочинском этапе сойдутся 22 пилота из 12 стран. Притом многие гонщики это бывшие пилоты Формулы 1, которым успешно противостоят настоящие легенды кузовных гонок. Габриэля Тарквини, Иван Мюллер, Роб Хафф и Том Коронель. Там же на Сочи автодроме прошел этап серии Max Power Cars на лучшее время круга. Одной из машин, вышедших на старт, оказался новейший прототип BR-03. Третья разработка российской компании BR Engineering, представленная общественности этой весной. За рулем болида находился пилот программы SMP Racing Михаил Алешин. И во второй, самый важный день, ему удалось показать отличный результат. Он выиграл первую гонку, в которой болид BR-03 принял участие. Между тем, в Лас-Вегасе состоялся этап главного мирового чемпионата по дрэк-рейсингу, в котором впервые принял участие российский пилот Дмитрий Саморуков. В рамках события прошли заезды самой быстрой техники класса ProMod. Для справки, четверть мили такие машины пролетают быстрее 6 секунд, к финишу разгоняясь свыше 400 км в час. Дмитрий выступал на специально подготовленном автомобиле, стилизованном под Chevrolet Camaro 1969 года. В квалификации российскую команду настигли технические проблемы, из-за чего гонщик не смог выехать из 6 секунд, а значит, без отбора получить путевку в финальную стадию состязаний. В первом раунде финальных заездов одной восьмой финала Дмитрий выступал против действующего чемпиона Стива Джексона по прозвищу Быстрый. И в этот раз быстрее оказался Саморуков, опередив соперника на 0,3 секунды. В четверть финале против российского пилота вышел Лайл Барнетт, который в итоге и выиграл этап. Уступив те же 0,3 секунды на финише, Дмитрий вышел из борьбы.